Дорогие друзья, всем привет! Пятничный выпуск, выпуск прямо из машины. Мы сейчас с Айвеном в путешествии. Айвен за рулем. Мы побывали во множестве очень красивых мест. И сегодняшний пятничный выпуск прямо из машины я хочу записать, чтобы запомнить этот наикрутейший момент. Сейчас мы находимся во Владивостоке, а точнее даже сказать в Приморском крае. Потому что в Владивосток еще нужно заехать. Мы ездим по самым красивым местам, заряжаемся самыми лучшими впечатлениями, для того, чтобы этими впечатлениями поделиться с вами. Также посмотрите, примечательная тень на моем лице. Прям художественно-театральном. Ну что, давай свои вопросы на этот пятничный выпуск. Евгений, можете мне тоже показать, потому что я все-таки вопрос задаю. Евгений, скажите, пожалуйста, какие есть три опорные точки, на которые вы опираетесь, когда набираете артистов в свою команду Sirius? Ну, то есть учеников. Да, понял вопрос. Первое, что они должны, это очень сильно хотеть. Потому что желание в человеке может родить абсолютно гениальные результаты. Второе, человек должен быть музыкальным, потому что музыкальность это врожденное свойство, которым обладают не все жители планеты Земля. И для того, чтобы быть артистом в музыкальном жанре, конечно же, нужно иметь ген музыкальности. Ну и, по-моему, все. У меня две, два основные критерия. Это желание и музыкальность. То есть, по идее, не обладая только этими двумя критериями, можно попасть в вашу команду? Хотя есть еще, конечно, третий. Пожалуйста. Я только что о нем вспомнил. У нас заниматься не бесплатно. Поэтому это тоже критерий входа в коллектив. Я думаю, что тоже важный. Правда? Не каждый себе может позволить. Полностью с вами согласен, Евгений. Подскажите, пожалуйста, почему так получилось, что вы, являясь главным в Сириусе, работаете всего раз в неделю? Работаю я раз в неделю. Конечно, начинал я, работал 7 дней в неделю. 24 на 7. Но сейчас я работаю раз в неделю. Потому что я работаю до сих пор на самом деле 24 на 7. Только сейчас я работаю на телефоне. Я постоянно на связи с композиторами, с аранжировщиками, с организаторами площадок, с клиентами, с педагогами. Я просто могу это курировать уже, так скажем, дистанционно. А преподаю именно раз в неделю. Я приезжаю на студию и работаю со своей командой, со своей группой. Первое. Потому что они у меня замечательные, гениальные. Они меня так же напитывают, как и я их. И второе. Потому что я не хочу растерять педагогические навыки. Все-таки нужно преподавать. Для того, чтобы называть себя не только руководителем, продюсером, но и также педагогом. Все-таки нужна для этого практика. В общем, практикую уже больше 15 лет. Потому что только Сириусу 15 лет. Но работать я начал раньше. Работать я начал лет с 16. Сейчас мне уже 34. Вот. Евгений, сегодня век цифровых технологий. И мало просто заниматься вокалом и развивать свои связки, да, и свои какие-то вот способности. Но, тем не менее, сейчас так же популярны стриминговые сервисы, на которых свои песни можно выпускать. И слушателей можно слушать, можно клипы делать, которые будут крутиться по музыкальным каналам. Скажите, пожалуйста, как вы развиваетесь в данном направлении? Или вы все-таки остаетесь просто школой вокалом? Я считаю, что мы все-таки всегда идем в ногу со временем. Потому что, когда начали развиваться эти стриминги и цифровые технологии, мы стали выпускать песни на площадках. На всех площадках можно послушать наших учеников. И это, я считаю, замечательно, потому что если раньше мы пели только в концертных залах, где иногда было 100 человек, иногда 300, иногда больше, когда был Кремль, было и больше. А сейчас практически каждый в мире может послушать при желании наше творчество. И я считаю, что это очень классно, очень увеличивает аудиторию. Плюс мне еще нравится создание песен для артистов именно тем, что можно создать, знаете, уникальный образ, поработать на студии. И потом эта песня остается на долгие годы с тобой и с твоими слушателями. То есть один раз поработал, да, и потом всю жизнь получаешь, можно сказать, свои дивиденды. Так что это очень круто, очень. Евгений, дело в том, что во многих артистах есть своя определенная изюминка. Можете, во-первых, обязательно ли иметь свою изюминку? Можете ли вы привести пример таких вот изюминок в артистах? Или можете, вот, может, придумать сейчас какую-нибудь изюминку для рандомного артиста? Конечно, это обязательно. Начну с того, что каждый человек по природе своей уникален и в единственном экземпляре. То же самое касается и голоса тембра. Каждый тембр уникален. И как отпечаток пальца, он может также сейфы открывать, между прочим. А что касается каких-то фишек именно для популярных артистов, Конечно, сейчас мало просто попадать в ноты. Мало просто выговаривать текст. Конечно, нужно быть еще интересным. И моя задача, как педагога и продюсера, моя задача вот найти то ценное и интересное, что есть в человеке. И помочь этому раскрыться. Помочь этому проявиться. Потому что практически в каждом это есть. Вот. Но иногда, как ты спросил меня, можно ли это придумать? Можно и придумать. Приведу пример. Один из моих любимых продюсеров. Макс Фадеев. Он, кстати, всегда отличался тем, что он не брал суперталантливых людей к себе в команду. Я сейчас некоторых перечислю. Это Линда, например. Или это Глюкоза. Или это Юля Савичева. Ну, это девчонки с обычными достаточно тембрами, с обычными музыкальными способностями. Но, например, у Линды какой-то готический был такой образ. Вот я ворона, эти перья. Глюкоза – это вообще мультяшка, да? Он нарисовал этот образ и очень круто продался. Вот он умеет работать через образы. В этом его гениальность. А что касается артистов, если вы, начинающие артисты, думаете над своей фишкой, то это совершенно правильный вопрос. И для того, чтобы эту фишку найти, вы просто сами себе почаще задавайте этот вопрос. Знаете, кто ищет, тот всегда найдет. Перед сном, как ложитесь спать, спрашивайте себе, а в чем моя уникальность, в чем моя фишка? И потом мозг вам выдаст этот ответ. Главное, не пропустите его. Зацепитесь и действуйте в направлении того, что подсказал вам мозг. Евгений, скажите, пожалуйста, где вы находите источник вдохновения? Может быть, в личной жизни или в каких-то иных факторах? Источником вдохновения лично для меня является сама жизнь. Потому что каждый день случается что-то уникальное, и просто нужно это замечать. Нужно иногда останавливаться, смотреть на красоты. Вот мы сейчас едем, например, в машине, и мы не просто едем, мы иногда останавливаемся, смотрим, выходим из машины, смотрим на какие-то классные места. Это очень сильно вдохновляет. Но для того, чтобы увидеть эту красоту, не обязательно находиться в каком-то гениальном месте, как я сейчас, да, например. Вот мы проезжаем порт, проезжаем море. Не обязательно. Это может быть в каждом кусточке, в каждом листочке. Во всем есть эта красота. Во всем. Кстати, мы сейчас проедем по абсолютно уникальному, классному мосту, который изображен на 2000-й купюре. Сейчас я вам его покажу. Это знаменитый мост, который каждый житель России держал в своем кошельке. Ой, он просто потрясающе невероятный. И так здорово, что, дорогие зрители, вы сейчас со мной прямо в этом моменте, и вы тоже можете видеть эту красоту прямо здесь и сейчас. Как тебе, Вань, поделись впечатлением? Мне нравится, мне настолько нравится, что я хочу, чтобы вы, Евгений, даже немножечко, вот на пару секунд... Поставил на паузу и сфотографировал, да? И я сфотографировал, сделал видео. Хорошо. Ну что же, вернемся снова к вам, дорогие зрители. Я, видите, сменил образ уже в очках. Иван, ваш вопрос заключительный в сегодняшнем выпуске. Ну, Евгений, и заключительный вопрос этого выпуска, потому что наверняка вас смотрит очень много людей, и им очень интересен ваш вкус, ваши предпочтения. Поэтому посоветуйте, пожалуйста, вот на сегодня, на май 2022 года, три лучших трека, которые стоит действительно послушать. Три лучшие трека на сегодня. Первое. Это Айвен и Жека дискотека. Трек «Миллиард долларов». Можете его найти на всех площадках. Второй. Это трек «Камил Гипноз». Он выйдет в конце мая, так что это будет актуально. Обязательно послушайте. И третий трек. Нас накрывает дождь Айвена. Она, кажется, так и называется. Или просто «Дождь». Дождь, Айвен. Послушайте обязательно. Там передано фантастическое настроение. Дорогие друзья, у нас выпуск получился такой, ну, не короткий, не как у нас обычно 6-7 минут. В этот раз будет 12. Я надеюсь, что вы этим выпуском насладились, так же, как и я. Я желаю вам замечательного настроения, стремления улучшать себя каждый день. И до встречи в следующих выпусках. Всем пока. Пока-пока.